МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем с тобой. Сегодня начнем с приготовления десерта, потому что у нас десерт сегодня мороженое. И так как нам мороженое застывает, но это даже не мороженое, а парфе скорее. Знаешь, чем отличается парфе от мороженого? Нет. Я тоже не знаю. Парфе от мороженого, мне кажется, отличается тем, что в парфе не добавляют яйца. Но это мое предположение. И вообще парфе это что-то более сливочное, на пломбир похожее. Но сливочное у нас точно с тобой сегодня будет. Это я поджариваю кедровые орешки без масла, так на сухой сковородке, чтобы они стали чуть-чуть более ароматными. Между прочим, я, кстати, у нас никогда нигде не пробовала мороженое с кедровыми орешками. А это очень вкусно, очень здорово сочетается. Обычно у вас кедровые орешки добавляют или в салаты, куда-нибудь в такую, не в сладкую выпечку. А вот ты знаешь, в таком мороженом, вообще в таком десерте они очень здорово работают. Так вот по поводу сливочности у нас с тобой все в порядке, потому что замечательная, вкусная, свежая сметана простоквашина. Знаешь, почему она такая нежная и такая вообще невероятно насыщенного сливочного вкуса? А потому что ее готовят из свежих сливок. Вот почему. Так вот, я беру 200 граммов этой сметаны в миску. Вообще все очень просто, даже взбивать ничего не нужно. 200 граммов сметаны. Ой, посмотри, какая замечательная сметана. Так, и здесь у меня сливочный сыр. Для более густой консистенции немного сливочного сыра, 150 граммов. Разминаю. Ты знаешь, вообще сливочный сыр можно дома приготовить. Я, честно говоря, этим не занималась, ни разу не делала, но в интернете очень много рецептов сливочного сыра, который готовят дома. Если очень хочется, можно попробовать. Еще немножечко, пару минут, главное, чтобы не сгорели. Вот, смешали. И вот теперь смотри, у меня здесь имбирное варенье. Вообще имбирь с кедровыми орешками сочетается фантастически. Очень хорошее сочетание, потому что у орешков есть вот такая, ну, действительно, лесная какая-то нотка. А имбирь, ну, он, во-первых, с одной стороны пряный, да, чуть-чуть острый, а с другой стороны, вот он как бы с таким прекрасным, ну, почти тоже цитрусовым оттенком. Вот две, даже две с половиной столовые ложки. Имбирь, а? Имбирь, имбирь бывает, вот если вообще бывают такие цукаты имбирные, можно их тоже сюда добавить, просто порезать тоненькой, в такую тоненькую полосочку, не крупными кусочками. Сахара вообще больше не добавляю, потому что, во-первых, у меня сметана сладковатая, приятная такая, а во-вторых, у меня и имбирь, вот этот вот он сладкий. Так. И, на мой взгляд, отсутствие сахара в этом десерте, это вот еще один его плюс, потому что я не люблю приторные десерты, а когда хочется чего-нибудь эдакого. Вообще бывает, когда гости особенно собираются, там, друзья, не то, что прямо вот хочется десерта, но хочется, чтобы продолжался, да, вот вечер там, хочется угощать еще что-то. Вот, и вот по кусочку, по одной, вот, я не знаю, пару чайных ложек такого десерта, это прекрасное завершение трапезы праздничной. Ну вот, орешки подсушились, теплыми их добавлять не будем, поэтому я их высыпаю вот так на полотенце, чтобы они скорее остыли. Ну и вообще не рекомендуется оставлять орешки, семечки на горячей сковороде, потому что они продолжают доготавливаться и могут все-таки, хотя вроде бы ты и успела, и сняла с огня, они могут потом уже дойти до слишком сильно зажаристого состояния. Так, и теперь, для того, чтобы еще интереснее сделать фактуру нашего десерта, это у меня такие печенюшки маленькие, они с миндальным вкусом и с ароматом миндаля, называется аморетти. Это печенье, которое делается на белках, белок и миндаль. Ну, ты знаешь, ну и сахарная пудра, естественно. Можно такие аморетти приготовить дома, но можно использовать другое печенье, которое у тебя есть под рукой. Нам с тобой нужна вот эта хрустящаяся крошка, чтобы настоящая парфе получилась. Так, не очень мелко только их поколотить. О, посмотри, как красиво. И еще немножко, чтобы потом присыпать сверху. Отставляю в сторону. Орешки остыли. Должны стать абсолютно комнатной температурой, не теплыми. Оп, сюда. Все перемешиваем. И согласись, это очень просто, но поверь мне, это так эффектно, особенно если ты подаешь в каких-нибудь вот таких чашках для эспрессо, маленьких. Это вообще красота такая. Чудесное добавление к любому праздничному столу. Но потом, ты знаешь, мне кажется, вообще, что касается замороженных десертов, во-первых, их можно готовить заранее. То есть, они действительно экономят силы, время. И если у тебя, как бы, гости, и ты готовишь на стол, как правило, это часто бывает. И я, как бы, хорошо себе все не продумывала, не придумывала, как у меня день, что я готовлю в начале, в конце. Все равно в какой-то момент я бросаю гостей, и то ризотто довожу до готовности, то салат заправляю, то еще что-нибудь. А вот с десертом, в этом смысле, уже вот если он заморожен, то ничего не нужно, даже резать, понимаешь, такой торт надо резать, а тут даже резать ничего не нужно, просто вынул из морозилки и подал. Так, ну и теперь... Ммм, божественно, можно не заморожать. Так съедим. Ой, как вкусно. Ну, замороженным-то, конечно, вкуснее. И вот теперь присыпаю чуть-чуть сверху. Ну, так, печенюшками. Очень вкусно. Вообще, сочетание действительно имбиря и кедрового ореха, и вот этой легкости, хрустящести и сливочного вкуса сметаны, бомба, просто бомба. А нет, у меня есть поменьше противень, вот такой, например. И... Просто так удобней ставить и вынимать в морозилку, и такой десерт замораживается очень быстро, вообще часа достаточно. Ну вот, с десертом уже разобрались, а ведь только что встретились, правда? И теперь будем запекать курицу. Мы с тобой будем запекать курицу. Вообще, ты знаешь, курица, это, конечно, это спасатель, настоящий на кухне, потому что, мне кажется, что, во-первых, довольно часто в холодильнике есть курица, если мы думаем, что скорее приготовить, и запечь, потушить, отварить, приготовить бульон на основе, да, куриный. Я режу луковицу вот такими полукольцами. Будем с тобой сейчас готовить соус и запекать курицу. Вообще, курица, ты знаешь, сколько же рецептов запекания курицы, кусочков, бедрышки, крылышки в таком соусе, в сяковом соусе. И бесконечно эта тема, и бесконечно можно найти для себя что-то новое. И мне кажется, вообще жареную курицу любят все, без исключения. Корочка, сочное мясо. Главное, пожарить ее так, чтобы можно было, во-первых, накормить большую компанию, чтобы всем хватило. А во-вторых, мне кажется, тоже, чтобы был момент такого, да, удивления. То есть, все дело в соусе. Потому что с чесноком, с перцем, с солью, ну, это понятно, это всегда вкусно, всегда хорошо работает. Но хотелось бы чего-нибудь поинтереснее. Вот мы с тобой сегодня сделаем такой экзотический. Раз у нас десерт такой экзотический, то и курицу мы будем запекать вместе с манго. О, варенье из манго, манго чатни, так называемый вообще чатни, индусы очень часто подают к пряной своей еде, потому что это сладкое такое, ну, это сладкое варенье, которое очень здорово сочетается и с мясом, и с простоквашей, и с хлебом. И вот по поводу сочетания с птицей, вот сегодня мы с тобой в этом убедимся. Экстра-верджин оливойл борхес. Две столовые ложки разогреваю, потому что это масло, вот как раз эта пряность и пикантность, которая есть в нотках этого масла, она мне здесь очень нужна в этом соусе. И добавляю сливочного масла немного. Чуть-чуть, у меня курочка такая жирненькая, просто для сочности нашего соуса. Лук, который измельчили, отправляется на сковородку. Да, вот так, красота. Тушим лук до прозрачности. Это важно, чтобы кольца, кольца или полукольца были довольно крупными, чтобы лук чувствовался. И пока лук у нас на медленном огне, чтобы он не горел, естественно, пока лук тушится, помидоры. Помидоры, можно взять помидоры из банки, но я взяла свежие помидоры, единственное, что мне не нужна кожура, конечно, в этих помидорах, поэтому я помидоры разрезаю вот так вот пополам. Беру тёрку и на тёрке помидоры натираю старым бакинским способом. И кожура остаётся в руке, и не надо их ошпаривать, понимаешь, потом в холодную воду. Всё, никаких проблем, раз и всё. И очень быстро. И одновременно помидор измельчён для соуса то, что нужно. От воды, от сока не избавляюсь, потому что, во-первых, когда курица будет жариться, то этот сок, он нам пригодится. Он создаст такую хорошую, знаешь, именно та жидкость, которую нужно поливать. А курицу время от времени, пока она жарится, чтобы была золотистая корочка. Вот, собственно говоря, помидоры нам в этом очень помогут. Куриное мясо ещё и послушное, да, такое в готовке? Вот не свинина, которую там пересушить можно, правда? Говядина там не жуётся иногда. Ну, мне кажется, курице трудно ошибиться. Надо, мне кажется, самое главное, размерную, чтобы она свежая была. Желательно не мороженая, когда ты покупаешь её в магазине. Хотя некоторые хозяйки замораживают курицу. Да я тоже, знаешь, особенно то, что касается бульона. На бульон обычно кусочки какие-нибудь имею в морозилке для такой, для острой необходимости, если вдруг что-то нужно такое срочно приготовить и не успеваешь сбегать в магазин. Так. Ну вот, смотри, как красиво. Сочетание всё-таки оливкового и сливочного масла пахнет очень вкусно. Так. Ну вот, значит, с помидорами мы разделались. Теперь чеснок. Один зубчик. Мелко. Нарубить. Пока чеснок не добавляем к луку, чтобы он не подгорел. Чеснок готовится очень быстро. А вот что мне нужно, мне нужно сюда, в ступку, две-три гвоздички. Вообще, гвоздика очень интересная пряность, специя такая прямо. Она сама по себе пахнет замечательно, но если переборщить, то всё, всё остальное, вообще все ароматы страдают. Понимаешь, это просто нельзя, ни в коем случае. Поэтому вот не больше двух-трёх штучек, но вот в сочетании, сейчас я собираю это отсюда, в сочетании с манго, получается божественно, просто божественно. И маслица чуть-чуть, и гвоздики есть. Ну вот, как раз вот теперь лук абсолютно мягкий, даже если он немножко золотистый, это не должно пугать, главное, чтобы он не хрустел. Добавляем сюда чеснок и помидоры. Недолго тушим всё вместе, а чувствуешь, как гвоздика, аромат, вот совсем чуть-чуть добавили, и вот всё уже совсем по-другому, экзотически благоухают такие знакомые нам продукты, лук, чеснок и помидоры. И вот теперь самое время добавить сюда манго. Вот это, вернее, ну это не сам манго, это манго чатней, то есть варенье, приготовленное на основе манго, две столовые ложки. Ты понимаешь, вот у нас есть кислинка от помидоров, сладость, ну и, конечно, аромат от манго. У нас есть лук, который нежный, чеснок, который даёт немножко острого, ароматная гвоздика, соль, естественно. И немного перчика чили. Пепперончино, буквально чуть-чуть, это очень острый перчик. Мы его вот так вот. Ах, вот это сочетание кисло-сладко-острого-пряного, это замечательно. И обычно нейтральное куриное мясо просто заиграет совершенно по-новому. Всё, соус готов, а вот теперь займёмся цыплёнком. Курицу можно оставить, как вот есть, целиком, но мне кажется вкуснее, интереснее, если мы её порежем на небольшие кусочки. В первую очередь я разделываю вот так по хребту. Вообще это удобно делать ножницами, ну если цыплёночек молодой, такая курица не в возрасте. Вот, а так, конечно, потом всю остальную работу делаем ножом. Так, вот. И вот ещё пополам. То есть у нас получается такие на четыре части мы разделали цыплёнка. Есть. Теперь берём форму. Я беру такую форму, которую потом уже можно и на стол поставить, и она такая, и в ней запекать красиво. И соус здорово, и так эффектно смотрится. Так, и теперь сверху выкладываю соус, который, видишь, замечательно проварился. Красотища. Ммм, очень вкусно пахнет, просто класс. Так, вот и всё. И теперь духовка разогрета до 180 градусов, ну и выпекаем до готовности курицу. Курица должна быть абсолютно готова, но и не передержать, понимаешь? Вот, хотя, как казалось бы, курица не капризная, но пересушенная это никогда не вкусно. А мы с тобой готовим пасту. Вообще паста прекрасная. У нас сегодня с тобой вообще такие рецепты, которые можно назвать палочки-выручалочки. Десерт, который можно приготовить заранее, он очень быстро готовится, простой, но эффектный. Курица тоже с интересным соусом, но, в принципе, она очень простая, и такие продукты все понятные и доступные. Может быть, только самый экзотический продукт, который мы добавили в наш соус, курица, это варенье из манго, но его можно заменить. Во-первых, просто можно взять манго, как сейчас продается в любом супермаркете, и быстренько потушить, приготовить самому самостоятельно чатни. А во-вторых, можно заменить тем же имбирным вареньем, которое мы добавляли с тобой в десерт. Вода у меня кипит, она очень хорошо должна быть подсталенная, как море. И мы варим макароны. Это пенны. Пенны – это такие замечательные трубочки грандипаста, приготовленные из муки твердых сортов. А значит, кроме того, что их переварить практически невозможно, даже у человека, который первый раз в жизни варит макароны, все получится, если он грамотно прочет инструкцию. Это первое. А второе, такие макароны просто полезней, потому что сахар там медленный, и эти сахара медленно усваиваются, и поэтому больше пользы организму. Так, руккола будет добавляться в нашу пасту позже, а теперь мы с тобой сейчас сделаем быстренько заправку. Ровно, ровно то время, пока макарончики варятся, мы с тобой делаем соус к этой пасте. Значит, это у меня вяленые помидоры. Они у меня вяленые и, ну, такие в банке в масле, да, и можно взять помидоры сухие, изрубить. Можно добавить свежие помидоры, но просто, мне кажется, еще для томатного вот такого вот соуса со свежими помидорами рановато, еще не сезон. Лучше всего, конечно, это делать летом, когда помидоры спелые, только с грядки пахнут. Вот, смотри, я нарезаю вот такими, побольше таких помидоров, нарезаю полосочками, для того, чтобы помидор чувствовался. Вообще, на основе таких вяленых помидоров можно приготовить песто. Такое красное песто традиционно, да, делается с орешками кедровыми, с базиликом, оливковым маслом, ну, и там пармезаном или каким-нибудь другим. Пекорино еще итальянцы используют для приготовления песто. Чеснок туда идет. А вот красное песто можно взять вместо кедрового орешка, например, орех грецкий. И будет интересно добавить петрушки вместо базилика, чтобы был вот яркий именно вкус помидора вяленого. Так, помидоры в мисочку. Оливки. Ну, то есть у нас получается такая, я бы сказала, классическая средиземноморская история. Оливки у меня без косточек, но я их все равно изрублю, так, чтобы они не были важнее помидоров в нашем соусе. Чтобы все вот так вот соединилось. И непременно в такой соус нужно добавить сыр. Вообще, я знаю, что ты без пармезана пасту не признаешь, но на самом деле пармезан не единственный сыр, который здорово работает в пасте. Как я уже сказала, итальянцы очень любят в пасту добавлять пекорино. Добавляют рикотту. Если все это для тебя звучит экзотично, и ты не представляешь себе никак выглядят никакие на вкуски сыры, и вообще, если ты консерватор в еде, такое случается, то прекрасно рикотта заменяется творогом. Только нужно найти творог, который послаще, не слишком кислый, чтобы он был. А твердый сыр, ну, действительно, можно взять и российский твердый сыр, пашихонский. Ну, любой, который тебе нравится. Мне кажется, самое главное – это сливочность. Безусловно, там есть пикантность, там уже такие, знаете, такие гурманы могут рассуждать о том, что вот один сыр хорош тем, потому что у него есть сладкие ноты, другой он выдержанный, и поэтому у него появляется такая вот, знаешь, даже крупинки такие в сыре, которые хрустят. Ну, в общем, действительно, сыр такой продукт, про который, думаю, что много можно говорить, написать даже научных работ и его вкусовых качествах в том числе. Но для пасты вот с таким вот количеством ингредиентов действительно совершенно не обязательно выбирать какой-то такой совершенно необыкновенный сыр и там бегать, искать его. Вот если я не нашла в магазине на правильного кусочка пармезана или пекарина, то не буду готовить пасту. Любой сыр подойдет. Так, измельчили оливки. Берем чеснок и нарезаю чеснок вот такими тоненькими ломтиками. И так его и добавляю сюда. Я тебе скажу, он пропитает все ингредиенты и будет просто, ну, вот такой вот нежный-нежный аромат. И не очень ядрено получится. И потом, в принципе, понимаешь, такой чеснок видно, если ты не захочешь съесть, просто убираешь стороночку и все. Так, теперь, что касается как раз-таки сыра, вот у меня вот для пасты подойдут любые остатки. Мне кажется, самые интересные рецепты на кухне домашней, это когда ты вообще из всяких, ну, вообще из остатков какого-то в холодильнике нашла кусочек сыра. И привычный знакомый продукт, да, я не знаю, там, кефир какой-нибудь, сметана, простокваша, как там паста у нас, все хорошо. Вот, яйца, то есть из простых продуктов вдруг потом делаешь бабах, и у тебя получился вкусный воскресный обед. Ну, вот мне остался кусочек сыра, лежал уже я его и на бутерброды сверху натирала, и добавляла в салаты. И вот сейчас уже остаток, да, труда для пасты, добавлю в пасту. Ах, сразу, ну, правда, когда сыр вот такой вот выдержанный, он прям пахнет сладко. Он не просто на вкус сладковатый, он прямо пахнет потрясающе. Ну, вот, натерли сыр. Так, оп. И, знаешь, как комплимент, как такое вот еще дополнение к этому сыру, моцарелла. Моцарелла тоже сейчас продается, и ее тоже можно заменить любым свежим сыром, который тебе нравится. Ну, чем хороша именно моцарелла? С своей нейтральностью. У нее такой сладковатый, чудесный, нейтральный, я бы сказала, вкус. Ну, такой вот сочетается, мне кажется, абсолютно, абсолютно с любыми продуктами. Удивительно, что даже в Италии, вот моцарелла в Неаполе, и там ее делают в компании, она совершенно особенная. Отъезжаешь 200 километров оттуда, на север, на юг, неважно, уже другая моцарелла, уже не такая. Но у нас, конечно, она тоже отличается от того, что там в Италии можно. Но это очень хорошая моцарелла, замечательная. Между прочим, такая заправка может быть добавлена как к холодным макаронам, так и к теплым. То есть это может быть и горячее, понимаешь, блюдо, и прекрасный салат, да, из макарон. На дуршлаг отбрасываем наши макароны. При этом водички немножко сохраним, в которой они у нас варились. Такая вода вот добавленная дает возможность не масло добавлять, знаешь, не сливки лить, а именно вот сделать соус густым без вреда для фигуры. Так, вот пошли у нас оливки, вяленые помидоры и чеснок. Так, вымешиваем. Уже красиво, правда? Замечательно. А дальше добавляем сюда моцареллу, почти всю. Почти весь натертый сыр. И здесь у меня ветчина сыровяленая. Можно взять сырокопченый, вообще копченый здесь не помешает. Точно так же, как и моцареллу можно заменить, или там твердый этот сыр можно заменить копченым сулугунем, будет очень вкусно. Вот такими небольшими кусочками нарезаем ветчину. Добавили. Ну, а теперь все вымешиваем. А, и вот уже, смотри, сыр немножечко поплыл. Я немножко воды все-таки, в которой варились макароны, добавлю. Буквально две столовые ложки. Смотрите, все сочнее получается. Ну, и теперь тарелку выкладываем. Так. Красота. Сверху кусочки моцареллы вот такой вот, которая не поплыла, а такая свеженькая. Сыр натертый. И обязательно руккола. Вообще, как это удобно! Белая дача придумала просто замечательно, что в пакете вымытая, свежая, хрустящая, звонкая травка всегда, знаешь, под рукой, когда это просто, это находка для хозяйки, опять-таки, спасатель настоящий у меня на кухне. И, конечно, качество этой рукколы. Вот это тут уже не как моцарелли, не придерешься, точно как в Италии. Добавили рукколу. Немного оливкового масла, ну, должна быть финальная точка обязательно с маслом. Так. И чуть-чуть перчика. Соль добавлять не буду, потому что достаточно соли у нас и от оливок, и от сыра. Ну вот, посмотри, какой замечательный салат из пасты, теплый салат из пасты. Я думаю, что цыпленок уже готов. Вынимаем его. Ой, посмотри, какая корочка. Главное, время от времени поливать его вот этим соусом, да, томатом, который там есть такой сочный. Ну, естественно, подавать я буду его прямо вот в такой вот посуде, в которой он и выпекался. Между прочим, я думаю, что и десерт цыпленок зажарился, десерт заморозился. Оп-ля. Да? Смотри. Абсолютно вот так вот и проверяем. Абсолютно. 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 Абсолютно.